на ремонте вот такой телевизор LG. покажу сейчас модель. модель 32 ls 340 t включается но нет изображения то есть как бы проблема с подсветкой если присмотреться то меню можно увидеть но нет яркости не работает подсветка телевизора значит 2 варианта или светодиоды или может быть здесь лампа посмотрим сейчас что внутри может быть ламповая подсветка или на платье управления блок подсветки сейчас будем разбираться для этого необходимо разобрать телевизор полностью сейчас как раз этим и займемся сейчас я вам хочу показать как я определил что телевизор работает подсветка нет но вот я включил в розетку включил кнопку и меню значит смотрите подсвечиваю фонарем и видно где подсвечиваю и видно рамка написано информативные поведомления если убираю ничего не видно а если подсвечиваю то значит он в принципе исполняют свою функцию вот функция меню вышла но нет подсветки разбираем и смотрим в чем вопрос разбирается просто откручиваем все винты по периметру по периметру телевизора откручиваем все винты и снимаем заднюю крышку после того как все винты открутили по периметру вот эти четыре здесь один средний вот здесь один и вот тут два теперь можем снять крышку приступаем к осмотру будем искать плату подсветки и смотреть в чем проблема где на подсветку где на подсветку не ухо значит сейчас будем осматривать плату в целом так вот плата у нас управление подсветкой вот это драйвер светодиодов здесь приходит питание 24 вольта но еще здесь сигнальные например ошибка уходит ну и некоторые еще но суть в другом что вот здесь на этом разъеме при включении питания сначала появляется напряжение и потом сразу гаснет причинам причин может быть несколько например неисправность самой платы и неисправность светодиодных элементов то есть если сопротивление изменилось туда напряжение попадает но из-за того что там несколько светодиодов сгорело сопротивление другое напряжение меняется и по ошибке драйвер блокируется то есть такая ситуация тоже возможно ну соответственно нужно проверить все ли в порядке с подсветкой но для этого нужно разбирать полностью снимать вот эту металлическую часть отсоединять лицевую панель и до вытаскивать экраны добираться до места где есть светодиодная подсветка или по периметру или с двух сторон сейчас будем разбираться но для этого не откручивать вот эти вот по периметру винты отсоединять шлейфы вот эту конструкцию нужно открутить она здесь крепится к лицевой панели провода все отсоединяем просто здесь разъемы нажимаем фишку и снимаем разъем вот этот здесь тоже нажимаем фишку такая и снимается разъем те разъемы которые мешаем мешают нужно они останутся на здесь вместе с лицевой панелью металлическую часть снимаем вынимаем и добираемся до светодиода ну что же следующим этапом это откручивание винтиков на вот этой железной рамке мы их открутили они стягивают вот эту железную рамку там где экран с корпусом железным с обратной стороны он там насквозь проходит после того как открутили переворачиваем и нас интересует не эта сторона там где экран обратная сторона там где корпус с этой стороны есть защелка поэтому нужно убрать эти металлические части и аккуратно тут уже очень аккуратно значит защелки убираем не планки и под ними находятся вот такие защелочки их нужно будет отщелкивать значит теперь если переворачивать экран будет выпадать нужно аккуратно придерживая руками чтобы он не выпал перевернуть на обратную сторону на что-нибудь плоское и чтобы не поцарапало ничего и приступим к отщелкиванию заклепок сейчас сначала переворачиваем значит какая теперь задача отстегиваем вот этот разъем который подсоединяется к самим к самой подсветки отсоединяя откручиваем здесь два винта и отсоединяем эти два шлейфа и начинаем отсоединять вот на этих разъемах пластмассовую часть от железной так шаг за шагом цепляем и так вот аккуратненько отстегиваем там останется на этой пластмассовой части он останется вместе с экраном и вот этими шлейфами шлейф флажок поднимаем и вот отсоединяем шлейф флажок поднимаем отсоединяем шлейф и теперь отсоединяем защелки по всей длине и потихонечку поднимаем поднимаем отсоединяем отсоединяем это не сложно но шаг за шагом она потихонечку снимется и отсоединится и так если вы все эти фиксаторы в том числе и вот здесь находятся под планками видите под планками шлейфа если все отсоединили то у вас вот получится вот такая отходит вот такая задняя часть здесь внутри светодиодные ленты модули и вот такая вот такой экран светоотражающий и вот пришли к тому что добрались до светодиодных модулей сам этот отражающий экран вот на вот этом фиксаторе держится надо посмотреть как его туда провалить в середину и туда доберемся до самих модулей итак мы меняем два светодиода вот один вот этот я уже вырезал и один вот этот сейчас покажу как его вырезать есть и один нюанс по ширине вот здесь он немножко шире и поэтому не влазит вот здесь между двумя планками поэтому здесь я такой уголочек срезал а здесь я отрежу планки здесь тоже от отрежу коротко и вот здесь еще подрежу коротко чтобы он вот так вот стал здесь кусочек отрежу значит есть еще один нюанс чтобы вы понимали значит показывая в тех диодах которые здесь стоят вот этот плюсовой плюсовая клемма она идет вот отсюда до сюда до сюда через весь диод через весь светодиод а минус тут он на плюсе просто стоит а а минус маленьким проводочком маленькой дорожечкой выходит и вот подтягивается к плюсу следующего диода смотрите получается плюс идет до сюда и здесь не заканчивается а продолжается у новых же немножко по-другому вот этот плюс он идет и вот до сюда и здесь заканчивается а здесь минус поэтому тут не не идет маленький тоненький а идет прямо целым сплошным поэтому его немножко по-другому нужно подпаивать вот как здесь смотрите как я подпаяюсь вот здесь вот плюс заканчивается маленький минус выходит и вот здесь вот разъединяется плюс и минус следующего и вот этот минус идет от этого светодиода идет на плюс следующего а теперь здесь нету такого маленького вывода минуса минус большой минус идет на плюс следующего вот сюда а вот здесь разъединение я отрезал до разъединения вот здесь разъединение идет на плюс следующего ну и тут есть еще вдоль всего целая линия не разрывающегося проводка это возвращается плюс-минус плюс-минус и этот минус возвращается до самого конца то есть у нас будет три проводка с минуса с минуса с выхода этого светодиода с минуса вот он тоненький идет с минуса на плюс этого плюс с минуса здесь большой на плюс этого и и вот здесь можно вот так вот сплошным можно короткими а можно даже просто перебросить аж сюда возврат минуса до самого конца который один проводок и вот и здесь просто сплошной нужно восстановить в принципе то же самое и здесь единственное что я сейчас хочу показать как я вырезаю я просто вот подготовил себе вот такой кусочек и здесь просто отрезаю вот так намечаю себе что я отрежу здесь и вот таким инструментом как определить когда вы режете то здесь медь пластик как только доходите до металла он начинает искрить это значит уже глубже не надо как только искры начинают идти это значит вы уже корпус начинаете резать ну собственно сейчас все покажу подставили я убираю 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 в том числе и тут подложка клеевая у нового светодиода тоже есть подложка приклеиваем на место и припаиваем собственно все не сложно нужно только подготовить здесь тоже самое получается вот минус отсюда идет тоненьким и выходит на вот здесь такая разграничительная заканчивается плюс этого и начинается плюс этого вот видите заканчивается плюс а вот это начинается отсюда идет минус тоненьким на следующий плюс то есть я вот эту вот эту буду соединять с этим а здесь это минус я соединю на плюс вот сюда потому что минус с прошлого выходил вот по тоненькому по тоненькой линии аж сюда и вот здесь еще есть маленькая тоненькая линия отсюда до сюда нужно соединить это сплошная идет сейчас все припаиваем и будет счастье как паять тут уже каждое покажу как получилось вот так будет выглядеть вставленный светодиод есть несколько нюансов хочу показать как я ставлю я снял подложку клеевую здесь для того чтобы приклеить на клей значит причина какая но во первых клей может пересохнуть и теплоотвод будет слабый и этим клеем он и сам теплопроводящий но и по всей поверхности здесь подклейка такая только посредине ну и крепче будет держать потому что все таки один сегмент может отклеится ну а дальше просто приклеиваем значит сначала клеем тут в принципе по количеству без разницы оно расплывется прижать нужно как можно ближе к металлу чем меньше клея тем собственно лучше все теперь паяльником я облуживал сначала большим припаивать уже можно немножко меньшим паяльником потому что площадь меди большая вот таким образом под паяльником значит здесь у нас на новом плюс-минус на старом минус выходит тоненькой вот сюда минус в принципе делаем как вот здесь смотрите еще раз повторяюсь минус как видите здесь вот одна дорожка это общая возврат вот этот общий возврат идет назад потом минус вот плюс заканчивается минус тоненькой подложкой и вот здесь вот выходит я его с минуса на плюс здесь плюс заканчивается посредине минус начинается с минуса перекинулся на плюс потому что это плюс от старого ну а здесь просто вот возврат возврат который идет с последнего возврат сюда прямой дорожка идет собственно все сейчас до конца допаиваю и все это промою спиртиком чтобы было аккуратненько сам светодиод на колбу помою спиртиком и будем ставить пробовать что получилось ну что же я собрал но так более-менее чтобы хотя бы включить посмотреть как видим видно вам или нет включено если посмотреть отсюда вот здесь проявляются свет могу включить это я включил меню вот меню включено пока она еще лежит в разобранном состоянии не могу поднять потому что ничего не скручено для того чтобы проверить и так из-за выхода из строя двух светодиодов срабатывала защита вырубалась именно защита вот здесь на этой плате это было видно потому что питание только подходит потом чик и выключается конечно защита могла быть срабатывать и внутренняя но проверил светодиоды и телевизор будет исправен теперь я собираю в обратной последовательности все тут уже все и так понятно и все такими простыми средствами буквально эти два светодиода один доллар стоят поэтому повторяйте своими обыкновенными инструментами можно решать сложные вопросы выше выстроить и подписывайтесь на канал много таких очень много больше двух сотен видео ремонта в разной техники инструмента автомобиля увидимся на канале всего доброго так телевизор собран вот так работает подсветка все в порядке поэтому уже собираю собрал для того чтобы отдавать клиенту как видите самостоятельно такую сложную как бы поломку можно решать всего доброго увидимся на канале